Одна из самых сложных недель для криптовалюты за последние 7 месяцев уже подходит к концу, и я с уверенностью могу сказать, что мы заканчиваем ее на положительной ноте, ведь биткоин наконец-то смог вернуться на психологически важную поддержку 40 тысяч долларов и сейчас демонстрирует явные признаки окончания локальной коррекции, во время которой он упал на целых 20% и протестировал поддержку на уровне 38 с половиной тысяч долларов. В данной ситуации мы оказались абсолютно правы, ведь в наших последних двух видео я вам говорил, что коррекция начинает замедляться и падать еще ниже мы не будем, а все потому, что продажи от грейска сократились, но при этом блокрок продолжает скупать биткоин, и знаете сколько у них уже биткоина? Почти 50 тысяч монет, которые они купили всего за 2 недели, но биткоин далеко не единственный, кто начал сигнализировать о развороте тренда, ведь многие альткоины уже успели восстановиться на 20%, И это только начало перед масштабным движением в феврале, потому что февраль является одним из самых положительных месяцев для криптовалюты за всю историю. Вот поэтому сегодня в видео мы для вас подготовили лучшие монеты на февраль, которые смогут показать хорошее движение на фоне новых обновлений, важных партнерств и запусков интересных проектов. Также сегодня вас ждет полный обзор рынка криптовалюты, где мы проанализируем движение биткоина и эфира, поэтому обязательно рекомендую смотреть до конца. А если вы желаете, чтобы мы сняли отдельное видео, где я вам расскажу, как находить перспективные проекты на этапе их зарождения, давайте наберем 1000 лайков под этим видео. Такой ролик точно заслуживает 1000 лайков, поэтому поддержите нас прямо сейчас, ведь вы на канале Коин22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, прошедшая неделя выдалась совсем нелегкой, ведь когда 23 января биткоин упал ниже 40 тысяч, а после протестировал поддержку на уровне 38 с половиной тысяч долларов, даже самые оптимистичные инвесторы потеряли веру в рост. Но те, кто были подписаны на наш телеграм-канал, не паниковали, а на протяжении всей недели получали только самые актуальные новости, аналитику, метрику и полезную информацию. Мы каждый день сообщали, что происходило на рынке и предупреждали вас, что коррекция близится к завершению, еще в то время, когда биткоин стоил 40 тысяч. Поэтому, чтобы первыми оставаться в курсе всех событий, обязательно подписывайтесь, ведь сегодня мы опубликовали прогноз на цену биткоина в феврале и указали уровни, до которых он может вырасти. Но перед тем, как мы перейдем к лучшим монетам на февраль, я бы хотел подвести итоги этой напряженной недели, а также сделать промежуточные итоги января, потому что общее настроение на рынке также будет влиять на альткоины в следующем месяце, и по большей части все будет зависеть от биткоина. Поэтому давайте проанализируем движение его цены. Как мы видим, вот эта локальная коррекция, которая началась 11 января, закончилась. Прямым сигналом окончания коррекции стал пробой вот этой нисходящей линии тренда, а также фиксация уровня 40 тысяч в качестве поддержки. И произошло именно то, о чем я говорил в прошлом ролике, потому что главной задачей биткоина было пробить нисходящую линию тренда и закрыть недельную свечу выше 40 тысяч. Фундаментальным катализатором роста стало сокращение продаж от Grayscale, а также накопление биткоина со стороны BlackRock. И снова возвращаясь к прошлым двум видео, посмотрите сколько биткоинов было у BlackRock 22 января, всего 33 тысячи, потом 25 числа, 44 тысячи биткоинов. Но на данный момент BlackRock держит почти 50 тысяч биткоинов, вот поэтому я несколько раз вам говорил, что не нужно продавать биткоин по 40 или 39 тысяч. В это время нужно было усреднять и накапливать, потому что это делается именно во время коррекции, а не когда биткоин находится на хаях. Но покупать биткоин никогда не поздно, потому что уже через 77 дней нас ожидает халвинг. И это событие, конечно же, обеспечивает долгосрочный восходящий тренд, даже несмотря на локальные откаты. А на месячном графике мы видим, что биткоин всегда показывал активный рост до и после халвинга. И за счет того, что на этой неделе цена вышла из данного треугольника, а индикатор CMF сигнализирует о давлении покупателей, то тестирование нового максимума на уровне 50 тысяч долларов на фоне халвинга остается вопросом времени. Кстати, уже скоро мы планируем выпустить большое видео про халвинг и рассказать вам все секреты этого исторического события. Поэтому, если вы желаете увидеть такой ролик, пишите в комментариях. Также позитивное движение демонстрирует король альтов эфириум, который удержался выше линии тренда и выше важной поддержки на уровне 2200 долларов. Но несмотря на это, коррекция эфира закончится только после пробоя сопротивления 2300 долларов и фиксации этого уровня в качестве поддержки. Ведь именно этот уровень на протяжении более месяца ограничивал рост эфира. Поэтому, пока он торгуется ниже этой линии, вот в этих диапазонах можно накапливать эфир, усреднять свои позиции и готовиться к потенциальному одобрению ETF в мае этого года. Теперь, если взять общую капитализацию рынка криптовалюты, мы увидим, что после трехдневной консолидации она начала восстанавливаться и уже превысила полтора триллиона долларов. Это была одна из самых больших коррекций, с которой мы сталкивались за последнее время. Ведь в последний раз, когда капитализация упала на 20%, это было летом 2023 года, когда SEC подала суд на Binance и назвала большое количество монет ценными бумагами. Сейчас же таких негативных катализаторов для падения рынка нет, поэтому в ближайшее время мы сможем наблюдать за консолидацией крипторынка и возвращением капитализации выше уровня 1,6 триллионов долларов. Но здесь самое интересное, за счет чего будет расти капитализация? За счет биткоина или все же за счет альтов? Для этого можно перейти на график доминирования. Доминирование биткоина превышает 52%, а значит сейчас основная часть капитала идет именно в него. И если говорить о потенциальном альт-сезоне, то мы его сможем увидеть, когда эти данные упадут до 50%. Тем не менее, сейчас альты находятся на очень хороших уровнях и уже начинают фиксировать рост на фоне общего восстановления. Ярким представителем является Solana, которая после тестирования поддержки на уровне 80 долларов выросла на 20% и пытается вернуться на 100 долларов, что будет вполне возможно, если цена пробьет нисходящую линию сопротивления. Но потенциал на восстановление Solana еще 25 числа заметили аналитики нашей подписки Coin22Pro, потому что они следят за рынком 24 на 7. Благодаря этому все участники Pro заранее получили уровни для открытия лонг-сделки и после того, как Solana выросла до 90 долларов, все участники Pro заработали от 70% чистого профита. Как вы видите, восстановление рынка это лучшее время для заработка, ведь можно не только торговать, но и накапливать монеты в спотовый портфель по минимальным ценам. И в этом вам также помогут наши специалисты, потому что мы индивидуально подбираем лучший долгосрочный криптопортфель, который будет приносить вам прибыль. Дополнительно все новички Pro сразу получают пошаговое обучение, сопровождение и круглосуточную поддержку, за счет чего такой формат работы подойдет абсолютно для каждого. Поэтому если вы не хотите просто смотреть, как рынок растет, а желаете на этом заработать уже сегодня, то прямо сейчас напишите нам по ссылке в описании и мы предоставим вам всю необходимую информацию. И теперь, когда мы понимаем, что общий анализ рынка сигнализирует нам об окончании коррекции, давайте рассмотрим несколько монет, которые точно будут на слуху в феврале и имеют очень хороший потенциал на рост. Первой монетой я бы хотел выделить оптимизм, который показал очень хороший результат за последние полгода и даже в январе протестировал исторический максимум выше 4 долларов. Если кто не знает или возможно не помнит, оптимизм это один из самых популярных блокчейнов на сети эфириум. Самой главной особенностью блокчейна оптимизм являются низкие комиссии, потому что разработчики создали специальный механизм, который может соединять несколько транзакций в одну и обрабатывать ее с минимальной комиссией. Протокол может обрабатывать до 2000 транзакций в секунду. Такая повышенная скорость делает оптимизм идеальным вариантом для создания собственных проектов. И вот эти все проекты, которые находятся перед вами, были созданы именно на сети оптимизм. Одним из показателей востребованности сети считается TVL, то есть количество заблокированных средств в блокчейне. И сейчас TVL-OP составляет почти 800 миллионов долларов. Причем с такими темпами роста его TVL может скоро обогнать полигон. Но вы наверное спросите, а почему оптимизм стоит покупать именно в феврале? На самом деле это связано с очень важным обновлением эфира под названием Denkun. И если следовать источникам, то финальный запуск данного обновления должен произойти 7 февраля. И на днях в твиттере разработчики оптимизм написали, что они уже готовы к обновлению Denkun. Хотя еще до этого компания оптимизм провела свой отдельный хардфорк, который также необходим для оптимизации блокчейна. И соответственно, как только Denkun будет активирован в основной сети Ethereum, цепи OP Stakes могут использовать обновленный блокчейн, что приведет к еще большему снижению комиссий за транзакции. А как показывает практика, низкие комиссии привлекают новых пользователей и разработчиков, которые повышают количество транзакций и внутренний показатель TVL. Если проанализировать последние данные, мы увидим, что количество завершенных транзакций превысило 195 миллионов. При этом количество новых адресов также выросло более чем на 13 тысяч. И в принципе эти положительные показатели очень ярко отражаются на самой цене монеты OP. Как я сказал ранее, 12 января OP пробил исторический максимум на уровне 4 доллара. После чего началась коррекция, на которой OP потерял почти 40% стоимости. Но поскольку OP удержал вот эту восходящую линию тренда, мы можем ожидать, что цена начнет формировать новый тренд. И если с запуском Denkun все пойдет по плану, то первой поддержкой для OP станет уровень 3 доллара. Таким образом, первое накопление можно сделать именно вот в этом диапазоне. При этом нужно внимательно следить за линией тренда, потому что если цена упадет ниже, есть риски продолжения коррекции. Второй не менее интересной монетой на февраль является токен SUI, который на этой неделе заключил партнерство с Alibaba Cloud, из-за чего цена выросла на 50%, меньше чем за 7 дней. Ранее я очень редко, когда вспоминал про токен SUI на нашем канале, но такое событие мы не могли обойти стороной. Поэтому давайте разберемся, как сотрудничество SUI с одной из самых больших компаний в мире повлияет на его цену. Но сперва давайте узнаем, что такое SUI. Данный проект является отдельным блокчейном первого уровня. То есть если оптимизм построен на эфире, то у SUI есть свой блокчейн, который был создан с нуля. И главная задача этого блокчейна такая же, как и у всех, а именно обрабатывая транзакции как можно быстрее и как можно дешевле. Для этого SUI использует уникальную разработку, которая нет у других блокчейнов. И она заключается в том, что блокчейн проводит не одну, а несколько транзакций параллельно. И общее количество составляет 120 тысяч транзакций в секунду. Проект SUI относительно новый, ведь был запущен меньше года назад. Но начиная с 20 октября цена выросла на 300% и пробила важный уровень 1 доллар. Если разобрать партнерство с Alibaba Cloud, то согласно заявлению, сотрудничество предоставляет набор услуг и инструментов для роста экосистемы. Эта интеграция также позволяет разработчикам запускать полные узлы SUI, что является важным шагом в упрощении доступа к технологии блокчейна. Кроме того, Alibaba Cloud поддержит комплексные инструменты наблюдения для узлов и валидаторов блокчейна, предоставляя быстрое оповещение, мониторинг и введение базы данных с поддержкой искусственного интеллекта. К тому же партнерство будет поддерживать проекты, которые разрабатывают в таких центрах, как Гонконг, Сингапур и Дубай. Конечно, тем, кто не занимается программированием, вся эта техническая составляющая не имеет особого значения. Но самое главное, на что стоит обратить внимание, так это на само партнерство. Ведь Alibaba Cloud работает далеко не со всеми блокчейн проектами. Например, из таких партнеров у них остается только Аваланч. А также не стоит пропускать тот факт, что SUI и Alibaba начинают работать над искусственным интеллектом, который сейчас является самым быстро растущим направлением в мире. И, кстати, недавно у нас выходило видео с лучшими монетами ИИ, которые сейчас торгуются на очень хороших уровнях. Поэтому рекомендую вам посмотреть. За счет партнерства с Alibaba цена SUI взлетела на 50% и почти пробила уровень 1,5 доллара. На графике мы также видим восходящую линию тренда. При этом, если сверху провести линию сопротивления, мы получим вот такой торговый канал, внутри которого SUI торгуется последние полгода. Также давайте добавим медиальную линию, за счет которой мы видим, где SUI получает первую поддержку. И это уровень около 1 доллара. Таким образом, если цена не пробьет линию сопротивления, вероятнее всего она упадет вот в этот диапазон, который можно использовать для покупки. Покупать сейчас на хаях точно не стоит. А вот в феврале добавить немного монет в портфель во время просадки – очень даже неплохой вариант. Ну а третьим перспективным альтом на февраль и в целом на ближайшие полгода является DogiCoin. Рассказывать, что такое доги, я конечно же не буду, ведь эту информацию знают абсолютно все. Я лучше расскажу про факторы, которые будут оказывать на него положительное влияние в феврале. Во-первых, может быть вы не заметили, но 19 января доги вырос на 20%, в то время как другие альты падали. И это произошло после того, как в Твиттере появился вот такой новый профиль Payments, который скорее всего является официальным аккаунтом новой платежной системы приложения X. Еще в начале месяца в официальном блоге X было сообщение, что платформа подготавливает к запуску полноценную платежную систему, которая будет работать уже в этом году. Свою технологию они назвали революцией 2024 года, но это не будет настоящей революцией, если Илон Маск не добавит криптоплатежи, причем специальные лицензии для этого у него есть. В недавнем интервью Маск описал X как окончательную версию того, чем должен был быть Paypal. При этом он сказал, что платежную систему запустят в середине этого года. Конечно, все детали проекта не раскрывают и уж тем более не говорят, что в X будет работать DogiCoin. Но Илон Маск уже интегрировал Dogi для оплаты Tesla, а в апреле 2023 года Маск намекнул о возможности платежи Dogi на X, предложив DogiCoin в качестве одного из вариантов оплаты подписки. Конечно, я не уверен в том, что Dogi добавят в приложение X, поэтому закупать его на все деньги не стоит. Но глядя на то, что произошло с его ценой, когда Илон Маск купил Twitter, лучше иметь минимальную часть монет в своем портфеле, чтобы получить приятный сюрприз, когда Маск интегрирует Dogi. И в принципе, чуть ниже этой консолидации можно его купить, а дальше следить за твиттером Илона Маска. Собственно говоря, на вот такие монеты нам стоит обратить внимание в феврале, ведь именно они имеют хороший потенциал, чтобы показать рост в ближайшее время. Но перед тем, как покупать эти монеты, я рекомендую вам провести свой анализ. А также, если будете добавлять их к себе в портфель, придерживайтесь правила 10%, то есть не покупайте более чем на 10% от вашего депозита. Это очень важно, ведь волатильность альтов очень высокая. Также, если у вас есть другие интересные монеты, можете поделиться ими в комментариях. Дополнительно, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. С вами мы увидимся уже на следующей неделе. Всем желаю удачи, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok